мир вам ольга миром принимаю я решила тут пообщаться с нашими как я называю их чатланинами людьми верующими которые через игнать тихоновича пришли в нашу наше интернет-сообщество как мы называемые интернет общину вот и хотела бы узнать вот ваш путь к богу вы такая такая ревностная такая постоянная вот как валентина помощница всегда рядом вот и ну так так приятно всегда видеть вас расскажите как вы пришли к богу я недавно узнала что вы родная сестра виктора савченко я даже не знала представьте полтора года вот очень приятно так вы живете в алтайском крае севье селе завязала ну вот расскажите о себе в 1994 году мама узнала и только намного позже я потом потом мне она призналась виктор об этом даже и не знал как я поняла это лихие 90-е годы мы их называем тогда это всякая нечесть и клынули в россию как нам известно и по телевидению что там рассказывали конечно же маме было страшно страшно когда он сообщил что поедет в потеряевку для принимать крещение а мы совершенно далеки от православие от бога были земные плотские вот их когда вот это она услышала она будет а я думал его в жертву богу приносить представляете что даже страшно об этом сейчас это все вспоминать вот ну и брат после этого приезжал к нам навещал потеряевка где-то примерно 70 километров от гелевки где жили родители от завела но 90 чуть подальше я навещал родители навещал меня приезжал тогда поездом вначале ко мне а потом к родителям и вот всегда пытался говорить нам о вере своей оброде о людях которые живут потеряевки настоящие верующие но муж у меня сразу же работает на попов ничего у него не будет никакого стажа ничего вот как заболеет вот вот что будет вот такой вот да 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 а я то обратила внимание на его глаза смотрела на и и причем подогревал маму тещу твою маму я не знал как это остановить потому что такое настырный по этому поводу был вот и потом я все смотрела смотрела думаю маме то это больно и и неведанное что-то там сыном происходит страшно я говорю мам ну наедине этот разговор получился без без дядя без моего мужа говорю ты посмотри на его глаза какие они счастливые ты хочешь чтобы он молодой он учился тогда вагу чтобы пил курил блудил как вот молодежь что вот этих 90-х годов большинстве своем она говорит нет ну такая что ты переживаешь да не слушай ты моего мужа николая не слушай вот отсюда то и у меня интересно появился а что такого что брат-то счастливый мы-то мы-то живем без бога мы и и счастья то у нас нет и работа и все есть я работала в налоговой высокооплачивая работа а живем то это уже потом поняла как в аду это ад был а вы намного старше его на 15 лет брат все время говорил вот мы с тобой как богородица и христос в таком возрасте вот и пытаясь вот понять его счастье он мне подарил так прямо при возможности да наверно первые сразу же у него появились вот новый завет карманный и псалтир и вот при возможности когда там допустим работа потом хозяйство все огород деревне то живем и когда обычно освобождаемся ну ко времени вот программа время вроде как информационную посмотреть а после времени фильмы там сериалы и всякие разные что такое прочее а освободилась я до сериалов допустим время там немножко послушал я загляну что же здесь такое что счастливило бы его брата ну и а вот даже спать не хотелось допустим ничего я еще бодрая так скажем открываю и все позевода я ничего не понимала абсолютно что тут написано и хлоп и все опять же вот и телевизора так далее так далее и вот 9 лет брат молился и ждал когда же но а бог через брат это действовал свое дело делал дух святой слава ему да и вот привозил он по первости не было же ни книг тогда ничего 90-е годы вот такие вырезки а вот эти материалы в основу книги крестиному православию и вот это вот о церкви вот и потом эти материалы легли в основу книги крестиному православию читала тоже я как-то не скажу, что они меня затронули и вот отправной точкой от которой я вот начала вот себя ощущать тяготеющей к православию это вот был закон Божий Серафима Слободского закон Божий вот такая книга настольная книга для мирян и священников объясняющий что и как и чего вот и там много было свидетельств известных людей ученых и даже значит свидетельства таковы что допустим что иона на самом деле мог быть в чреве кита там есть такая камера и так далее и так далее и свидетельства этих людей многих людей о том что они к концу многие к концу своей жизни пришли к вере к вере в Бога по-настоящему и кроме того вот те которые что они чему благодаря чему стали известными то это все тебе не приписывали а приписывали Божьим Богу хвалящийся хвались Господа да вот именно и и уже начиная читать вот к истинному православию это она когда эта книга в 2007 году это второе второе издание было а то раннее наверное в третьем по-моему году и начиная читать особенно вот меня затронуло здесь что а я говорю любите врагов ваших о войне материя подборка о войне думаю как же было бы здорово если бы вот больше как можно больше людей знали Бога мир был меня всегда возмущали воины думаю ну как это так вот Америка там долбит Словению и так далее как это так можно совершенно не граничащее государство не понять вот чего и они и какие претензии это все им предъявляют и вот до того это было страшно и вот это меня затронуло а еще затронул такой момент что начни с себя в православии как же думаю это просто и в то же время сложно как же это не с соседа не с мужа а муж такой такой разы такие а вот именно себя и вот когда вот это вот во мне это загорелось и это 10 лет прошло да 9 лет немножечко я тут вот перескочила с законом Божьим и с этим до этого значит 7 ноября я расскажу как я родилась свыше 2003 года приехали братья Владимир он постарше немного от 69 года у меня 4 брата родных и Витя а муж в это время был он в 99 году попал в аварию и был на реабилитации а муж любил столы застолья горячительные и вот такой внешне очень интересный человек тщеславный очень себя внешне любил вот и думаю как же хорошо что вот приехали братья постарождественский начался я уже постилась а постилась я еще и попробовала ранее неверующих брат все время говорил пост без молитвы это диета и действительно потом то я уже поняла что тогда было очень сложно мне поститься настолько это сложно без бога это еще было вот и вот приехали они ну соответственно Витя никто не препятствовал муж мой препятствовал когда говорили о Боге а тут никто не препятствовал разговоры о Боге Витя тут вел и все такое прочее и вот Господь меня коснулся и как я считаю после этого я побежала в храм как на крыльях меня Бог понес вот не чувствую ни ног ничего пробовать дошла до сердца да до сердца и вот слово которое вот через которое Бог меня коснулся это вот как раз из стихи Евангелия от Иоанна 12-24 истина истина говорю вам если пшеничное зерно по землю не умрет то останется одно а если умрет то даст много плода и мне как это осенило вот думаю интересно я ведь деревенский житель все время каждую весну сажу эти семечки всякого рода я не задумывалась что ему надо умереть этому семечку чтобы дать много росточек думаю это же обо мне Христос говорит обо мне что мне надо для прежней жизни умереть и жить совершенно по-новому вот и я была готова и платок сразу надеть на работе но как вроде щадя вот своих свое окружение я вначале носила как ленту голос не трогала у меня отрастали начальница тогда уже была у нас у нас в начале Завьянова была потом укрупление укрупление в Павловске приезжает и говорит не пойму что с Ольгой Николаевной случилось глянет так на меня вот по работе насчет платка не было никаких нюансов как-то это все можно на свободу да 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 а гонения как Христос предупреждает нас гонители домашние вот на мне это исполнилось исполнилось и дети дети в то время уже были в Новосибирске вроде как такого прямого контакта не было но муж возопил и детям возопил что-то такое праздники светские но он светский то не имел ввиду допустим Новый год ей готовить нельзя и стол не накрывать нельзя ничего но в конце концов Бог умудряет через Игнатия Тихоновича через брата Виктора что можно и верующим быть с неверующим согласием в каком смысле ага ну я так сделаю вот овощи все тебе настрогаю а ты вот положи там чего-то другое чего мне нельзя своими руками так же и мясное там рыбное блюдо я это мясо вымою приготовлю ты только в кастрюлю своими руками положи вот и вот он да вроде как повозмущается повозмущается он не такой резкий был но сделает все равно сделает видя мою настойчивость так скажем ну да то есть можно же готовить те же постные блюда они иной раз и вкуснее чем эти всякие мясные и легче да 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 это уже забегу немножко вперед когда он у меня уже болел перед смертью он мои эти суточки постные нахваливал и ел но все равно в пятницу среда и пятница я это понимаю что детский его атаковал она-то противник обязательно срывался чего-нибудь ему мясного надо или даже выпить надо вот такие были нюансы и вот чем и читать начала после этого читать начала книги выходить стали Игнатия Тихоновича открытым оком вся подборочка у меня здесь вот благодаря брату он нас набрал родителям и меня заботился о домашних кто своих о домашних не печется вот брат пекся очень даже пекся и вот с пылу жару мы эти книги получали я читала их запоем а мама мама у нас как-то теплохладнее гораздо папа их тоже читал читали я и он но если у меня ложилось вот все я с этими книгами вот на этом диванчике а работа у меня сидячая устает позвоночник и все такое прочее я ложилась на живот книгу перед собой муж у меня там в зале и вот он хохочет заразительно чтобы меня привлечь там что-то интересное идет по телевизору раньше же вдвоем сидели а тут один а ему надо чтобы я рядом это было а я вот из уважения вроде думаю ну надо же как-то мужу оказать уважение подойду присяду а там допустим Дану Борисову розыгрыш передачи думаю ну как же она на вертолете на этом боится все ну как же можно смеяться над этим а раньше то сама такая была посижу посижу и тихонечко уйду опять за свои книги и вот такой афоризм такой в кавычках народился у мужа а маме то было интересно что я бегаю в непогоду 35 минут 3 километра до храма и вот я уйду а они с зятем как вроде бы по телефону сообщаются и говорят ушла ушла холод такой машина была он машину даже да я в такой мороз заводить не буду а я оденусь как надо и бегом туда и обратно вот больше часа эта дорога у меня и вот ей интересно было она все как-то вот мама у нас далека была а папа у папы тоже он прочитает и как-то вот я не знаю не могу это сказать сейчас живых его нету но у него как вот фильм это тоже не было рождения так вот вот это сейчас я понимаю что не было рождения просто как-то информацию он соглашался Лискова всех этих классиков читал и в последнее время он их перечитывал Аксакова и так далее и так далее вот и говорил что вот здесь о папах допустим то другое третье церкви он делился с этим вот и а я-то вот на этом диванчике муж-то и говоришь да вон она там теща-то звонит да вон она там с Лапкиным лежит вот такое вот прикол-то с его был с его слов и плакала и смеялась но мне кажется я ничего вот сейчас вот оглядываясь назад ничего во мне оно вот не пропало даром вот например Азоя Крахмальникова в Иерусалиме недавно я пересматривала этот материал второй раз или может быть даже третий раз вот настолько свежо настолько я прониклась вот настолько на мастер художественного слова что как будто я за ней там этими улочками шла а мне непонятно было когда-то я-то уверовала подачалу вновначальных ну почему там в Израиле без конца эти войны те Таргаза я еще когда была школьницей маленькой это все слышали и войны и войны и войны там нога Христова ступала спасителя искупителя нашего как так можно и все время брату Виктору я задавала этот вопрос а он-то и другие вопросы у меня возникали для новоначального которые эти вопросы можно конечно и тут для меня это было не вмещалось во мне так скажем это все а он-то молчал и иногда бывает ответит вот я его понимаю мудрость хотя он на 15 лет меня моложе но мудрость-то у него уже свыше у меня-то этого нету открытым оком он так заглядывает на все это он не готова почва еще не готова и готова еще сырая еще вот и поэтому не доходило до меня вот этот момент не доходило потом-то понятно что это что к чему и вот все эти материалы я поражалась вот насколько эрудиции Игнатий Николаевич насколько это вот все было актуально и вот начала я читать же я параллельно Библию насколько это актуально меня поразило что в ней вот столько лет тысяч лет написанные книги они актуальны сейчас оно со мною говорит оно меня обличает и я вот этим занимаюсь регулярно причем на молитву вставала раным-рано так же как положено 25 и причем если вот какой-то нюанс был мне вроде бы выходной там или как не хочется подниматься а муж вот так вот меня Бог говорит подвязалась подъем никаких а он был у меня как раз вот рано ложился и раненько вставал а я там могла наоборот у нас и мама такая вот папа ранний ажаворонок как говорят а мама-то сова она может копаться копаться там до часу до двух но потом муточком-то подремать бы надо бы еще вот так так что вот он Бог уже ведет через мужа и причем детей нет работаю еще вот и хозяйство там у нас было все такое прочее а он-то после аварии у меня дома был не работал у него ничего и вот часть забот часть обязанностей моих Господь возложил на него он-то это не понимает я-то уже начала понимать я успевала так чтобы среди недели пять дней в неделю я все по полочкам разожу когда прибрать когда то есть другое третье и в субботе я свободно я бегу как на крыльях и мне он не препятствовал сильно в храм вечером и так же и воскресенье соответственно встану ему там наготовлю чтобы он ни в чем не удался но сатана его обязательно вот идешь а у нас еще тогда первые времена отец Александр тоже который сейчас служит на приходе еще и с нами в воскресной школе был и вот я приходила домой представьте утром уйду рано пол девятого у нас там за час я убегала чтобы там немножко посидеть отдохнуть перед молитвой вот и приходила где-то в два пол третьего то и позже почему потому что у нас там трапеза всеобщая это была и занятия вот и обычно когда я иду дорогой да еще и вместе со служивицей бывшей мы там говорим я уже не работала а с 11 года сократили у нас остались единички и не работала особенно и вот он мне по телефону значит и отругает и все такое прочее я говорю Татьяна молись разбежались мы я всю дорогу молюсь да еще брату позвоню Виктору Виктор молится прихожу он и забыл о чем он мне по телефону говорил все нормально и вот чем дальше вот эта работа над собой а я вот говорю я заочница если там вы все вместе обличением там друг друга и наставлением и т.д. и т.п. а я то залочница и вот наставники как раз Бог дал мне такого мужа я все время когда уверовала вот начинаю это с него что ого-го какой настоящий мужчина вот и вот привел меня к смирению к этому и чем больше я смирялась и досмирялась до тех пор когда он стал со мной советоваться если кто его знал при жизни то знают какое на чего а тут вот я нужна ему стала вдруг и он мне то признался говорит ну надо же ты уйдешь в храм долго же нет полдня я могу машину машина никто не препятствует могу машину довезти поехать там куда-то в свою компанию нет и вот он так так это как-то в сердце говорит а нет не могу а я то сразу да это ж бог его приковал это бог его это так сделал вот представляете и вот и хочется донести до наших сестер в нашем интернет-сообществе интернет-общении вы смиряетесь как только вы выйдете на истинное смирение пред богом вот чудеса это чудеса совершенно другая обстановка даже с неверующим мужем вот да у него выпады постоянно были через него кто-то дьявол конечно же действовал вот и но начинаешь молиться тихонечко чтобы его не раздражать про себя вот на мне еще исполнился такой момент что Господь десятину свою хранит я собиралась на исповедь мне или в Барнаул или потеряешь надо было ездить ну иногда оставалось это когда уже родители у меня были немощные я и сюда ходила к Александру но по возможности старалась вот ехать туда я получила там такой заряд такой вот говорить и говорить хотелось мне а у меня язык разрезался сразу огонь в храме не молчала а в школе воскресной везде вот старалась с людьми говорить на эту тему меня не понимали хотя вот это любите врагов думаю ну как это так не понять вот как я думаю это главное из главных причин что я пришла в православие что не что воин не было мир был на земле так Господь нам повелел а тут непонятно и женщины об этом а значит ты представь такую ситуацию аргумент мне на эти слова что придут враги в твой дом и будут издеваться над твоими над твоими детьми что ты будешь делать ты убивать будешь а я вот в своей жизни даже вот цыпленку бройлеру не могла голову отрубить а тут для меня это было вот противно вот это вот воины для меня было непонятно для меня это было неприемлемо не согласна я с этим была что там справедливые войны и так далее и так далее это пролитие королей и как вы ответили на этот вопрос когда придут враги и будут издеваться над детьми я наверное промолчала я наверное промолчала ну думаю а сама себя представила это я не помню уже толком-то представила ситуации ну ну не смогла бы я наверное поднять ну защит а нет вот как я ответила я кинулась бы конечно защищать кинулась бы но а что я могу против допустим вооруженные пришли что я могу женщина сделать а конечно же я не стояла бы и молилась думаю больше больше не было ничего бы у меня защищать-то Господь не запрещает то есть ты должна защищать но ты не должна убивать да и вот такой момент еще я ведь не сказала о крещении неспроста потому что как братья мне сказали тогда по-моему не помню то ли Игорь Добунов или может быть кто-то или Сергей Пупов чревоношение было длительное 4 года у меня а почему а вот познавая потому что думаю надо Библию прочитать надо вот эти материалы а материалы это Игнатий Тихонович выдавал-то горяченькими там было ой-ой-ой чуть ли не оптом попробуй-ка успеть это все прочитать и вот далее-далее я понимала своем недостоинство я знала что последние христиане крестились уже в преклонном возрасте как правило почему мы это знаем теперь чтобы как можно меньше грехов было после крещения это такой шаг важный я в одном молилась чтобы Господь меня до крещения не убил за мои прегрешения вот понимая свое вот это состояние такое вот чем дальше больше у меня вот это было что я недостойна недостойна и благодарение Богу что брат Виктор подтолкнул меня к этому подтолкнул прям сказать можно вытолкнул этот год был как раз вот в 2003 я уверовала 4 года 2007 год вот крещение Валентины Хапилиной Елены Козловой Елены Сокольских и Володи Пащенко и я там вот золотой состав готовились готовились мы там все это в Потеряевке незабываемое время почему меня это всколыхнуло когда Валентину я увидела интервью с Валентиной и все это у меня как говорится пробежало перед глазами и я вот эти вехи на черновичке себе набросала все и желание вот с этим поделиться возникло огромнейшее вот но мое крещение общее не было только через недельку по физиологии так вот получилось через недельку я снова приехала в Потеряевку и одна уже как раз день Марии Магдалины 4 августа и ведь вот забегая немножко я хотела после оставить вперед скажу что это одно из чудес один промысел Божий понимаете в чем дело что потом и папа в этот день принял крещение не думая не гадая а мама приняла крещение 10 июля в день крещения брата Виктора представляете как это все может быть Бог это все как это и вот и когда глаза-то открываются и столько этих чудес видишь рядом с собой вот начала я говорить как Господь охраняет десятину собралась я в Потеряевку на исповедь и в сумочку дам деньги а тут хлопочу что-то мужу оставить нужно то другое третье перед отъездом а его-то дьявол-то подогревает противник корода человеческого и он он всегда это такое испытание мне чтобы как-то поехать я ему заранее это говорю чтобы как-то его Господь смягчил душу ну все равно чаще всего так оно и было что со скандалом вот с моей стороны конечно его не было этого скандала я уже знала я включала молитву про себя и все и вот он ага едешь туда он знал о десятине я сразу призналась что нам по-божему десятину давать но он это не принимал как так ты без мужа без моего разрешения это наше наше общее значит это наш общий доход а ты вот не посоветоваешь ничего никак я потом-то поняла что думаю ну язык мой враг можно было как-то смолчать откуда знает он мои доходы ну что есть то есть как-то вот мы такие вот в семье все что на языке вот не можем мы в семье скрыгать а он вот когда мы с ним начали жить ложь на лжи и он причем видел что я не понимаю смотрю на него и принимаю это за чистую монету его это веселило понимаете что это вот такое вот вот и вот он и сумочку эту залез мою а вот здесь наверное все такое прочее а у меня сразу а у меня там они и лежат внизу захолодела а потом думаю стоп а руки в тесте были что-то то ли с хлебом было какие-то проблемы что я что-то ему там какое-то тесто замешивала и молюсь а молюсь вот страха нет главное и молюсь и ведь он вот такой ушлый такой вот он мне кажется иногда мысли мои читал вот настолько ну и лет 29 лет мы прожили конечно же уже друг друга понимали а это вот что-то его остановило ну кто бог остановил нет ничего вроде того что если бы нашел а я ездила то я ну редко же сумма-то приличная была по тем меркам и вот не знаю убил бы наверное он горячий был очень вот так бог десятину свою хранит одно из чудес силу молитвы я познала а какую еще была даже до рождения вот вот это рождение духовное это я думаю благодать призывающая была тогда у меня я вот уже вот не так давно это осмысливала думаю это вот так наверное скорее всего и одна это благодать призывающая хрещение уже завершила это все вот освящающая это тогда уже я это получила и вот призвал так господь забыла остановилась до этого подсказывая сестра до этого что я говорю десятину десятину хранит господь сила молитвы а сила молитвы вот сила молитвы и вот когда надо было ехать мне в потеряевку или в барнаул и вот призывала братья а он там своих свое окружение молитвы чтобы тут господь смягчил немножко вот это я на себе испытала как-то и в больнице еще я не была так скажем по-настоящему рождение духовное не получила вот вот это вот но бога уверовала веровала только призывающая благодать допустим действовала до крещения вот и у врача была врач даже удивился мне там надо было ну мизерную типа там нарост удалить лазером и вот он удивился моему состоянию я наложила на себя крест зашла к нему к хирургу и что спокойно но я осмыслила все это это молитва это молитва настоящих верующих вот это вот я познала момент соборная молитва да 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 двое или трое молятся о чем не попросят да смерть родителей и мужа тоже через смерть вот это многое открылось даже соседям неверующим родительским соседям они одна там соседка преклонных лет говорила я вот так хочу умереть как вот наши родители что на ногах допоследу хоть мама была больная много лет немощь была на ногах допоследу и как сказать вот Господь и я тоже понимаю что и меня как-то берег сколько я смогла выдержать потому что смерть близкого страдания близкого а есть вот допустим онкобольные у нас в деревне там знаем же деревенские как умирали что страшных мучений крики даже слышны были на улице и вот а папа-то у меня онкобольной был когда вот папа со мной папа и я смерть приняла один на один и с мамой и с папой но с мужем не один на один первая смерть у меня муж в двенадцатом году умер ушел из жизни дети были и святой была вот и я это все прекрасно понимаю что ради вот и за молитв святых братьев и конечно же щадя меня я уже настоящая настоящая верующая была и все принимала это как должно и у меня было только одно когда он умирал у меня тоже онкобольной был москоропостижно муж за полгода такой здоровяк и братит братья видели его воочию крупный такой и угас прям моментально превратился в 70-летнего старика вот а когда гонения еще были не сказала насчет головного убора от мужа у меня он что-нибудь молчит-молчит а потом выдаст свое ты старее говорит тещи выглядишь в плакатах вот через смерть у меня было только одно желание привести его к покаянию было конечно сожаление что ну молодой он на два года меня младше молодой и упорный чересчур вот этот а я и читала ему и новый завет читала деяния ведь он принимал но мог только вместить минут 10-15 потом спит вот перед сном начинаю читать ему и принимал как разумно он понимать начал и вот он у него было желание как-то примкнуть где-то в церковь ходить и он в противовес мне по пьяни то хотел к 50-никам они евангелистами себя именовали туда хотел побежать господь его удержал и посты то он видел по мне на моем здоровье это сказывалось он видел что это хорошо и он пытался вот со мной но сатана никак на слебролюбе то его еще поймал и гордыня была конечно неимоверная вот эта гордыня тщеславия но тем не менее в краевой больнице он лежал последние дни я говорю давай священника пригласим он согласился а батюшка Иаким мудрый наш священник сказал говорит ты зови того который в краевой больнице работает молодой такой же темненький черный как мой муж вот и он кстати ходил по палатам он заприметил там еще брат двоюродный мужа лежал вот и я его пригласила и он не крещеный был и он его уже практически лежачий он только смог подняться но на несколько минут сидя а он как увидел у него сколько он оперированный сказал лежи 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 и лежа все это с ним совершил единственное что он причастие не стал он побежал вроде как за причастием а потом что-то его остановило ну мало ли там какой звонок вот и он говорит я как понимаю когда его не видишь человека регулярно не понимаешь что он тает уходит из жизни а я это уже понимала что дни его сочтены а священник видимо не разглядел говорит ну я как понимаю вы же не срочно это вроде не перед смертью так только он не сказал мне поэтому говорит причастие это я не буду не причастил сниматься к вам да 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 и вот вот это стремление вот это желание мое и ведь бог вознаградил когда он уже был скажем буквально перед смертью возопил что ну конечно же не так но оля спаси меня а я к нему то подскочила это было дело утром я говорю оля я ведь не спасаю кто я такая я говорю бог ведь спасает ты говори говорю господи иисусе христе свиньи божий помилуй меня грешного и он уже немощный откуда у него силы делись чтобы это произнести громко он уже только маяч у меня или воды или компоту холодного ледяного поджелудочная рака поджелудочная у него там все горело вот и весь их поцеловал и все я думаю вот этим как-то надежда у меня еще теплилась теплиться до сих пор что господь его может быть помилует потому что вот эти последние слова вот и поэтому я молюсь сейчас за благодарю бога за наставника священника и братья враждебных высших за родителей мужа детей и внуков которые ты не даровал вот и за смерть родителей мужа представляете как это это же ведь вот так вот разобраться вот я по своим родным по всем кто это может такое произнести вот а вот я благодарю за это бог потому что смерть могла быть совершенно иной вот и брат Игорь который вот сейчас с нами на молитву выходит на занятия и он этого боялся из его окружения родители уходили из жизни страшно и он боялся своих родителей он был очень тоже близок но я была рядышком с Виктором мы почаще видели родителей а он мог себе позволить тоже частенько приезжать по сравнению с остальными еще один в Хабаровске другой в Новосибирске те как-то реже гораздо конечно же в Хабаровске наездить вот и вот такая была у него печаль родителя когда вот это все произошло я-то ему говорю говорю Бог-то милостив он милостив он каждому дает по силам я вот это объясняла и вот дай Бог сейчас-то конечно у меня одна молитва о детях моченые две дочери у меня вот о детях о внуках о братьях которые еще по-настоящему не уверовали Игорю молю Бога чтобы дал ему решимость и порвать вот по тем вроде как Господь его уже призвал он тяготеет вот к этому но вот сделать последний шаг что-то мешает да сейчас все сложнее и сложнее людям каяться свекровь у меня после смерти как-то ну я ее понимаю как мать она не могла мне вроде как простить что вроде как моя вина что вот он ушел вот из-за моей жизни и такое прочее и вот еще одно чудо это не рассказала вот как раз это вот навеяло что а Бог и врагов ты при меня ну она мне не враг я просто ей позвонила и сказала мама прости меня потому что ну и я немного в этом виновата была как я поняла немного потому что я как-то говорю мам ну вы покайтесь она Богу еще еще и никак до сих пор никак вы покайтесь и будете молиться за сына может его Господь помилует молит по матери многое может может быть вот где-то может я ее вот ну рано как-то как-то чего-то подталкивала к этому или еще но я-то видела что он уходит из жизни поэтому у меня были вот только одно вот это вот работало так что как бы его привести к покаянию вот так а как Бог примеряет с врагами иду как-то я в храм иду иду на исповедь приготовилась по-настоящему у меня такое как сказать настроение такое боевое вот это же для нас же это радость для нас же это праздник когда покаемся вот и тут бах прилепляется один гражданин как я потом по разговору поняла еретип и начинает меня обличать в кавычках вот в одежде я в своей вот в длинной юбке и в двух платках это все я отпугиваю людей оказывается у меня ага и ты что-то еще там говорил говорил он как из пулемета не давал мне ничего я потом начала и у меня поднялось вот возмущение я поначалу не поняла что это такое прибежала в храм а батюшка тут рядом сидит я говорю батюшка вот представляете и шла так говорю на покаяние а заработала еще себе грех тут у меня я не могла его обозначить это же потом возмущение вот это вот когда помолилась на вечерний и вот успокоилась и я стала за него молиться я не знаю его даже имя а он тут поблизости ну как-то вот не пересекались наши пути и вечером-то пришла еще за него помолилась и сходила на исповедь покаялась и в этом грехе этот обозначила грех и в этом покаялась и до утром дорога-то дальняя перехожу тут вот дорогу а там сзади у меня магазинчик остается сестра никого нигде сестра громко-то громко окликает и оборачивает этот я ведь всю ночь не спал совесть-то меня мучила ты прости меня а я говорю Бог просит и я прощаю ну как вот здесь не на крыльях лететь как вот это же мизерные вот чудеса с нами случаются о которых я рассказала и с нами со всеми они Бога знают они-то Бога знают но освящающие нету благодати да-да-да-да-да и вот совесть-то у него тоже работала спать-то ему не давала а если бы я о-о-о такой-сякой и тут во-первых у меня покаяния настоящего не было я бы недостойно могла причаститься вот она цепочка вот они болячки дальше пойдут на мне вообще болячки сразу же как только такой грех вот такой я я бывает даже грех еще не осознаю а ну вот оно уже по состоянию здоровья я начинаю искать в себе что во мне не так и как хорошо жить с Богом да после этого открытым оком на все это смотреть править свой путь с помощью братьев с помощью я вот заочница так вот приду батюшка там что-то сказал я даже бывает как сказать может быть как мимо меня прошло а потом начинаешь читать вот Слово Божие толкование или вот книги Игнатия Тихоновича думаешь о стоп он не прав и вот меня это подвигало с ним переговорить на это и все и вот так Бог разговаривает с нами да через ну вот какие-то там голоса никаких голосов ничего абсолютно вот через вот это вот эту литературу настоящую и причем остальное для меня стало левотиной вот не могла я другое принимать ничего и начала различать вот даже там в храме ой батюшка такой вот проповедь такая вот такая проповедь начинаешь смотреть его начинаешь ну не могу до конца даже досматривать вот и я не понимала вначале почему что же в этом батюшке то не так не буду называть имена что же не так а оказывается вот оно через Игнатья Тихоновича они к себе то привлекают к Богу а вот вот какая зацепка артист да 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 на себя работает вот так вот вот слава Богу за все а вот ваш ваш батюшка он к Игнать Тихоновичу как относится по началу Игнать Тихонович к нам же приезжали они же начинали благовестие на мотоцикле японском у Виктора был мотоцикл и вот Игнать Тихонович 90 километров по бездорожью в то время тоже уже был это было где-то 2008 год немолодой уже был вот и приезжал Завьялова вот и собирали расклеивали до этого их расклеивали афишки что так-то и так-то в ДК допустим ДК не дали нам здесь не дали почему потому что прихожане они были клубные работники батюшки Александра Александра запретил еретики так вот сразу еретики в 2008 году еретики да и собрали лось немного наверное 10 человек было или не было на ступеньках лета было на ступеньках ДК вот и задал вопрос там один человек говорит а почему батюшки-то здесь нет а Игнатий Тихонович да вы спросите у него самого-то почему его нет вот он ориентировал как всегда Игнатий Тихонович поговорил с людьми рассказал вкратце о Христе о Библии и вот вы все забудете как он завершал частенько при таких встречах вы все сейчас забудете разойдетесь вас мир поглотит вот мирские дела и все такое прочее но запомните что Христос и Библия Библия и Христос вот должно быть во главу угла у нас у всех православных да 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 ну а потом я называю их временами оттепели пошло к тому что батюшка дважды побывал в Потеряевке причем я с ними батюшками Романовские мы в Романово заезжали Мамонтово вот отец Виталий он сейчас благочинный отец Олег Олег Романовский и вот наши мы до Романова доедем батюшку этого Олега брали а потом Виталия у Виталия большая машина и садились и как раз потеряем дважды он был был и уже при митрополите Сергий Иванников вот и такие и и он вот в это время мы замечали что вот ему чуть-чуть-чуть не достает чтобы родиться свыше он стал читать распечатывать и блаженного фефилакта златоустного дня и вот совершенно был другой человек но пришел к сожалению епископ Всеволод фефилак вот горноусь и алтайский который не расположен да 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 вот и батюшка наш как он объясняет я подчиняюсь иерархам одно а потом как-то было у меня с ним объяснение а он говорит а я знаю что кушал Ивановича он в гордыне великой ну и все в гордыне и прелесть в прелесть он не сказал а в гордыне вот и я не стала больше подходить к нему Игнатий Тихоновичу посоветовал он говорит не ходи он меня при случае и частенько поддевает но я как молчала в храме и вообще все сказано и Виктором сказано и о торговле и совершенно вот о войне и все все переговорено и мною уже сколько раз говорили он еще говорил а я не понимаю вот тех вот сектантов баптистов и т.д. и т.п. которые хотят жить в мире не хотят оружие брать присягу там принимать все такое прочее а жить в мире вроде того что вроде как отсидеться вот так на своем стоит ну вот вот такое дело так что разговоры у меня с ним были длительные длинные пока вот я поняла что это бесполезно минутку сейчас беседа потихоньку заходите дети пришли и вот такой еще момент мне хотелось с вами поделиться вот когда я читать начала трехтомник блаженного фефилакта и там же мы все знаем что комментарии Игнатий Тихоновича и вот читая читала и вот у меня а священство там обличается ого-го как за что не любят священники Игнатий Тихонович это всем известно нам тем более у меня вот я не знаю как это назвать но вот как-то вот червячок зашевелился в сторону Игнатия Тихоновича я даже потом стала читать просто толкование без комментариев а скорее всего я вот этот момент не помню с братом Виктором поделилась и он мне сказал ты прочитай для слова Божия не туз почему-то эта книга для меня вот не лежала где-то там на полке с первой не была вот и когда я прочитала его эту жизнь его эти вехи и что он претерпел за благовестие и вот тогда я поняла и все у меня это прошло и все сомнения так сказать все развеяла и врага изгнала из своего эту червоточину убрала что он имеет полное право на все это и вообще не должен молчать и вот понимаю его слова не очаровывайтесь чтобы потом не разочароваться вот такое со мной было ну а а когда я по-моему с братом Виктором делилась он или может быть еще с кем-то из братьев может быть вполне я уже не помню Сергеем Пупковым он говорит да многие через это прошли многие как бы не все близкие наверное так что вот так тоже хотелось бы предупредить вновь прибывших не спешить не спешить уходить от общины вот вот это вот у нас либо черное либо белое да мы не даем возможности человеку показать все краски да да он не может быть таким как ты хочешь он такой какой он есть а вот ты должен принять его таким какой он есть вот если ты не принимаешь значит дело в тебе а не в том человеке так и есть он научил многому научил не только вот физиологии допустим мыть ноги до колен я вот ему благодарна за все за все и за это тоже там почки лечить этим соком березовым чего только рано вставать вот чего только он нас это самое а поклоны поклоны все все работают вот эти вот я от него тоже наверное в первую очередь узнала потом там это монахиня какая-то там 50 ей за 80 лет она 50 по полу земных делает каждый день говорит чтобы держать себя вот в тонусе так скажем в здоровом образе жизни вот и насчет питания пересмотрела что вот жарить нам масло нельзя столько всего и где бы я была вот сейчас оглядываясь назад где бы я была и вот самое-то чудо большое вот самое чудо то большое я вот считаю что господь меня коснулся да чем я лучше вот окружение своего я посмотрела оглядываясь на это на все и и слезы вот этой благодарности переполняет меня чуть ли не ежедневно вот это самое большое чудо действительно чудо из чудес почему именно вот я и дай Бог молю об одном чтобы быть верным чадом Божьим и не предать Христа до конца своей земной жизни вот только вот этого прошу Бога на первом месте как говорится ну конечно же и боль за родных и близких вот помоги им Господи познать вот это это счастье люди-то думают что мы-то в тисках мы-то стесненных обстоятельствах мы-то нельзя другой нельзя треть нельзя а мы-то в свободе у нас-то свобода быть вот допустим на посту пост соблюдать или не поститься мы-то имеем выбор а те которые не постятся они не имеют выбора мне их жаль я таких знаю которые говорили бедная Ольга Николаевна я еще работала у нее пост а в пятницу как обычно застолье на работе ну там день рождения и что-то еще и конец недели и так далее и так далее был бы повод как говорится а я-то сижу тогда я могла до вечера целый день не есть ничего и вот эти принесут блюда такие запахи лежать на все а я молчу ничего не говорю значит этого помолюсь Господу и вот он как рукой снимает голода нет у меня голода нет и они удивлялись что ты говоришь такая воля у тебя а я говорю да это они меня не понимали конечно я говорю да это не моя воля это мне Господь помогает ну понятно что неверующим этого не понять и вот и так и хочется иной раз сказать вот тем тому человеку который бедная Ольга Николаевна где же бедная она сейчас вот такая понятно что у нее там со здоровьем может начинается может уже есть давление как правило и ноги и так далее и так далее кто бедная мне конечно же жаль ее вот в этом плане ну и не только у нас свободу во Христе когда рабы греха свобода от греха да 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 боишься Господа прогневить в больнице находясь тоже я была мне запрещала или врачи нельзя тебе поститься просто и нет пост выдержала я говорю я боюсь я говорю что не Бога все слава Богу все нормально еще и муж говорил а мужа уже 9 лет скоро будет как 9 лет не было бегаешь как девочка в своем возрасте надо с горстями таблетки пить а я так погляжу думаю ну какой мой возраст ну какой мой возраст а правда оглянусь вот на свое окружение суставы у людей ноги а я до сих пор в храм ходу туда и обратно пешком да еще и тетя в другой момент у меня бывает до 12 километров в день я на ногах наматываю это моя заслуга что ли это Бог меня нашел вовремя и вот я хвалюсь всегда самое главное для людей моего возраста конкретно здоровья и я вот хвалюсь Богом своим моим Богом который даровал вот эту свободу во Христе что какую я сейчас имею и результат вот пожалуйста конечно ну вот как все слава Богу теперь вот еще один момент хотелось бы сказать рада что вот наша община интернет община прирастает вот этому я рада особенно вот тот год когда пришли Семеновы вот они как-то вот прилетие прилетие новой крови вот вот нас уже вот как сказать оживили которые может быть немного дремали не так себя проявляли активно вот тоже благодарю за это Бога говорю ну надо же вот и удивляюсь сейчас вот вашими возможностями что такая техника что так быстро реагируете на все вот этими священным питанием стихами и как растете в духовном плане быстро это все воочию это видно мы тоже тоже благодарны столько Богу конечно слава тебе Господи за дивные дела твои да скорости это растут технологии все это и у людей тоже вот скорость хотя вроде как и памяти уже нету такой как раньше но все равно Господь милует да интересная у вас история ну говорите дети пока еще не не пришли да дети ну пока не пришли хотя понимает одна понимает более как мне кажется может быть я конечно заблуждаюсь они у меня за глазами в Новосибирске летом только видимся зимой практически уже нет вот ну понимает ситуацию но никак вот шаг решительный не делает даже в храм к сожалению не ходит она была со мной в храме я как-то достила меньший внук сейчас 5 лет ему вышла на работу он немножко частенько побаливал бронхи вот и мы со свахой сваха у меня тут тоже вот рядышком на следующей улице живет по очереди ездили нянчиться в садик раз нельзя вот на дому там пока долечивали внука-то вот и со мной на рождество они были с внуками были в храме и как-то еще какой-то момент там был раза два наверное и ее затронуло о том что вот это земное это богатство с собой не возьмешь проповедь священника ах забыло как он храм-то там называется возле толмачева там семинарий еще у них новосибирский вот и священник очень хорошо это емко и так сжато сказал и вот ее затронуло ну если бы ходила бы дальше я говорю дочь ну раз здесь дитя у тебя малое ну ты ходи хотя бы вот половине чтобы на проповедь слушать проповедь дети понятно не выстоят сразу ничего тем более вот этот маленький вот ну вот так внуки некрещеные маленький крещен мочением ну прям как-то даже неожиданно хотя дочь знала что мочение не признается на настоящее крещение все это она была готова но они приехали к друзьям те крестили детей и в общем папа тех детей и этого маленького заодно крестил неожиданно для моей дочери хотя она была уже знала что я все время говорила но это не крещение крещение должно быть вот таким а до этого надо почитать надо ходить в храм быть готовым а не просто вот так вот я говорю я тоже неверующая была но я почему-то всегда знала что вот именно погружение должно быть вот эти вот все правила простые юбка длинная без косметики никакой помады это вообще и обязательно платок почему сейчас люди этого не понимают я даже удивлена и вот когда я в общину тоже пришла вот Пасха как раз была после Пасхи трапеза и вот ребятишки они же все так одеты такие красивые все светлые и Ливия как раз начали они песню не для меня по-моему я как услышала я как все вот это увидела и у меня слезы такие вот именно что я детей своих погубила то есть я виновата во всем что дети мои не такие как эти дети что ну я-то ладно там в аду гореть буду а дети и вот у меня через детей вот это вот пришло покаяние и все и я оттуда больше не ни шагу вцепилась за Игнать Тихонович за заризы Христа и держусь теперь да через детей конечно вот это вот жертвенная любовь матери к своим детям она должна сподвигать ну будем молиться благодарю вас Ольга за беседу такую интересную будем дальше молиться встречаться по утрам в 4.40 вставать в 5 на молитву благослови вас Господь и тебя сестра Ирина тоже с Богом с Богом с Богом